Это дивная история, которая уже облетела все социальные сети, началась задолго до того, как хозяин веломагазина включил камеру телефона. Присмотреть себе байк мальчик по имени Максим приходил сюда еще летом, но чудо случилось за месяц до Нового Года. «Подожди, давайте сейчас один рубль дам тебе». Весь процесс выбора велосипеда Андрей Белявский не только заснял на видео, но и выложил в сеть. Однако мнения подписчиков сразу же разделились. Одни начали умиляться и делать комплименты автору публикации, другие же стали сетовать, мол, выгодный пиар-ход. Но мужчина с большим сердцем уверяет, перед искренностью малыша устоять было просто невозможно. Сам процесс, когда пошел разговор, эмоции его, глазенки, какие они, смотрел на велосипед, и он понимает, что ему очень хочется его, но тут выясняется, что нужно еще, блин, сахара купить. Тут вообще, я просто уже сам поплыл, я понимаю, что я уже, наверное, просто отдам велосипед и все этому ребенку. А здесь вот пришел реально тот человечек, которому он, ну вот прям вот очень был необходим. Ну, как было не дать такой велосипед ему? Я не знаю. Невозможно. Нам удалось встретиться и с самим Максимом. Пятилетний мальчик живет в доме по переулку профсоюзов вместе с родителями и братом Владом. Для всей семьи, отмечает Фурмановый, такой же из добра был настоящим шоком. Ты удивлен, что именно с вашей семьей такое случилось? Да, да, так еще и ребенка пять лет, а он пришел. Это вообще чудо. Подарок на Новый год. Только вот для самого Максима, наверное, как и для любого ребенка, который верит в чудеса, история вполне правдоподобная. Говорит, и деньги у него с собой были, да и дядя оказался добрым. Тем более на кону стоял спор с папой. Мальчик заявил, что сам купит новенький велосипед. Кстати, его магазинная цена – 170 рублей. Я с ним поспорил. Он мне не поверил. У меня не было денег. Но я хотел купить его. Короче, я взял себе деньги, тетя Наташа, да. Поехал за сахарным измечением. Мне этот велик подарили. Он пришел домой просто. Говорит, папа, я велосипед куплю себе. Говорит, аж денег не хватит, какой тебе велосипед. Я говорю, никто его не продаст. Я куплю. И все. Ну, упертым таким это самое. И все, собирался и пошел. Потом приезжает домой, приходит мне. Говорит, папа, иди посмотрите, какой велосипед купил. Я вышел, я шалил. Похоже, это и есть тот самый случай, когда то, во что ты так сильно веришь, становится реальностью. Мария Пересневич, Андрей Богдан, Бобруск, 360.